Переведено и озвучено по версии... Меня зовут Аарон Кайра, и я профессиональный скейтбордист из Сан-Франциско. И сегодня я научу вас, как делать кикфлип. Я уже делал несколько туториалов по кикфлипу, и данное видео будет называться «Самый простой способ научиться кикфлипу 3.0». Нас очень много людей спрашивает про кикфлипы. Много писем нам присылали в скейтподдержку именно о кикфлипах. И сегодня я очень рад, потому что с нами здесь профессиональный оператор по замедленной съемке. Так что у нас будет несколько крутейших замедленных съемок кикфлипа, и мы их внимательно рассмотрим. Так что не важно, как давно вы катаетесь, у вас будет возможность улучшить свой кикфлип. Так что цените, короче. Вот ваша позиция ног для кикфлипа. Задняя нога на тейле, вот так. Я предпочитаю ставить носок задней ноги на самую середину тейла. Это очень важно, потому что то, как это работает, это ваша стопа делает движение вниз. Вы не нажимаете вниз всей ногой. Это очень важно понимать. Если давить вниз всей ногой, это слишком медленно. Так что вы щелкаете только стопой. Вы нажимаете вниз только стопой. Только мышцы стопы могут «пум». Вы щелкнуть доску вниз достаточно быстро. И вот, вот это движение дальше, это ключ. На 100% самая важная часть кикфлипа. Вы вытягиваете ногу вверх по доске. И опять вы вводите стопу вверх. И я не люблю говорить это, но да, это работа задней стопы и работа передней стопы. Итак, ваша передняя нога находится в такой позиции. Я бы сказал, под углом 45 градусов, прямо под болтами. И нужно представить линию, которая идет отсюда, вверх, сюда, к краю доски. Ваша стопа вытягивается вверх, вот так. И потом выводится. Именно вот это выводящее движение вот здесь. Я сам этого не замечал, пока не посмотрел на кикфлип в скорости 1000 кадров в секунду. Что является очень медленным воспроизведением. Но стопа идет. И когда она выводится, это странно. Как будто вылетает какой-то волшебный единорог. Закручивает твою доску, и она идеально вращается. И потом задняя нога, которая над доской, потому что она согнута в колени, опускается, останавливает доску, ловит ее, и вы приземляетесь. И это будет лучший день в вашей жизни. Это я официально заявляю. Окей, и пару штук, которые помогут вам с этим, это практика, 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 практика. Практика? И вы, наверное, думаете, как же нам практиковаться, Аарон? Окей, вы становитесь на заднюю ногу и держите доску вот так. Вы вводите ногу вверх быстро. Вот таким движением, вот так. Вот это движение, и потом вывод вверх, это очень-очень-очень важно. Если вы освоите это движение очень хорошо, просто стоя на месте, все остальное будет для вас гораздо проще. Когда я учил Лэнса делать кикфлип, каждый раз, когда у него возникали сложности, он останавливался, возвращался к этому, выводил ногу, и, знаете, потом он возвращался к трюку, и бум! Кикфлип. Окей, вы вытягиваете и выводите. Так что практикуйте это движение. И следующий, самый важный шаг, который я хочу, чтобы вы выучили. Итак, вы делаете кикфлип и закручиваете доску. И вам нужно приземлиться на доску только своей передней ногой. Я специально хочу, чтобы вы приземляли только передней ногой, потому что если вы тренируетесь, отбрасывая доску и направляя переднюю ногу вниз, у вас сформируется очень плохая привычка выводить ногу вниз. И запомните, мы всегда, абсолютно постоянно всегда выводим вверх. Есть несколько разных стилей кикфлипа. Разные люди делают кикфлип по-разному. И мы покажем вам несколько разных кикфлипов, чтобы вы увидели разницу. Но эти базовые механики, когда выводишь ногу вверх и выводишь стопу, они общие для всех. Вы посмотрите и сможете выбрать. Разные стили и всякое другое. Мы через это здесь пройдем. Окей, сначала мой кикфлип. Видите, как я тяну, вывожу ногу вверх. Я думаю, это очень красиво, то как стопа выводится вверх. Мне нравится смотреть это в замедленной записи. Я попросил всех сделать кикфлип, чтобы мы смогли посмотреть. Узи Уокер следующий. Видите, как тянет, и его стопа выводится. Тоска вращается. Докручивается. Ловит задней ногой. И приземляет. Замедленная съемка очень помогает. Ладно, Дэниел, посмотрим, что у нас есть. Щелчок. Вывод. Его вывод ноги был менее выраженным. Намного меньше. Он почти выводил вниз, но не совсем. Но доска все равно закрутилась отлично и сделала хороший оборот. Найджел. Щелчок. Вывод. Видите, он вывел ногу гораздо раньше. Он не тащил ногу по доске, а потом вывел ее. Он типа вывел ее сразу. Очень интересно. Итак, Даррен, который снял все эти крутые замедленные кадры. Передняя нога идет. Выводит. У-у-у-у. Доска докручивается. Красиво ловит задней ногой. Приземляет. И уезжает. Кто следующий, посмотрим. Итак, это Трой Янг. Итак, щелкает задней ногой. Переднюю ведет. Выводит. Вращается. Ловит задней ногой. Бум. Вы тренируете свои ноги делать это. Если делать эти шаги и тренировать свои ноги, ваша задняя нога будет ловить ее. Итак, Фетти, у него самый красивый кикфлип из всех. Я отдаю ему свой голос. Вы только посмотрите, он выводит, как ниндзя. Это что-то, что можно просто освоить со временем, чтобы мочь просто выпрямить эту ногу вперед. И вот Карл Уотсон. Это на самом деле свитч флип. Спасибо большое Карлу, что пришел. Так круто. Тащит ногу. Посмотрите, как выводит. Опять. Посмотрите на этот ниндзя стиль. О, мне так нравится. Когда доска идет вниз, типа... Когда вы выводите, и нос доски наклоняется, я думаю, это выглядит так круто. И вот обычный кикфлип Карла. Готовится. Смотрите на заднюю ногу. Видите, с какой силой стопа опускается вниз. И потом, бум, очень быстро. Передняя нога вытягивается, выводит. Ловит задней ногой. Прекрасное исполнение. Ладно, и вот это вот, наверное, мой самый любимый кикфлип из всех. Это сын Карла Уотсона. Супер круто. Я очень сильно хочу вам это показать. Потому что, наверное, большинство людей, которые учат кикфлип, будут делать его так. Высякивает ногу, выводит. Бум! Посмотрите, как он выпрямляет переднюю ногу. Затем подтягивается задняя нога. И он на 100% с полной уверенностью приземляет. Лайка босс. Потом ставит ноги на болты. Типа, чё? Очень круто. Кикфлип номер два. Итак, задняя нога. На своей позиции. Видите, у всех примерно похожая позиция ног. Почти одинаковая. И задняя нога. Эта стопа сейчас щелкнет. Передняя нога тянется. И потом выводится очень быстро. Видите, его нога выводится вверх. Доска крутится. Ловится задней ногой. И приземляется. Бум! Очень-очень-очень-очень хорошо. Если вы, ребят, приземлились на доску, то готово. Никаких типа, о, дайте-ка ещё разок. Нет, вы сделали кикфлип. Празднуйте. Можете написать в комментариях, у кого из этого видео, как вы думаете, был лучший кикфлип. Но весь смысл этого видео, чтобы вы, да, вы, выучили этот трюк. Если вы освоите кикфлип очень-очень-очень хорошо, весь скейтбординг станет для вас гораздо веселее. Это на самом деле так. Потому что количество трюков, которые вы сможете освоить после того, как вы учите кикфлип, просто огромное. Можно делать трёху. Бэксайд флип, фронтсайд флип и ещё кучу всего. Просто убедитесь, что вы освоили основы. И ещё кое-что, что я хотел бы упомянуть. Если вы новичок в скейтбординге, это применимо каждому скейтеру. Если вы только начали кататься, сначала вы учите основные трюки. Это олли, фронтсайд монетти, бэксайд монетти, попшавит, фронтшавит. Хилфлип, если хотите, вы можете пропустить. И только после этого переходить кикфлипу. Если сначала освоить эти трюки, это поможет вам очень сильно. Потому что у вас будет крепкое основание, на котором будет хорошо держаться ваш кикфлип. Я надеюсь, это имело смысл. Я надеюсь, что вы, да, вы, учитесь делать кикфлип. Переходите на brailskateboarding.com, логиньтесь, станьте частью скейтбордического комьюнити по всему миру. И получите свой ранг. Если вы, ребята, это еще не видели, зацените, это крутая штука. И это для вас, чтобы вы учились кататься. Там есть все трюки для начинающих по порядку. И можете получить свой скейтерский ранг. Там также есть обучалки, которые вы можете заценить. Мы сделали их так много. Еще кое-что, что вы должны знать, что мы для вас сделали. Это скейтбординг сделан проще. Это полноценное обучающее видео длиною почти в час. Оно проведет вас через все базовые трюки в скейтбординге. И оно полностью переведено на русский. А если вы застряли на каком-то трюке, вы можете перейти на brailskateboarding.com и обратиться в скейтподдержку. Если у вас проблемы с кикфлипом, расскажите в своем видео все трюки, которые вы знаете. Покажите, как вы их делаете. И потом покажите пару попыток того, как вы пытаетесь сделать кикфлип. Я получу ваше видео. И поверх него расскажу, что вы делаете не так. Как практиковаться. Что делать. Чтоб вы приземлили. По сути, мы полноценный сервис-центр. Чтобы быть уверенными, что вы учитесь кататься. И что мы продвигаем скейтбординг по всему миру. И добавляем больше скейтеров на карту скейтеров всего мира. Погнали, Армия Брейл. Идите и прогрессируйте. Ладно, ребят, большое спасибо Даррену за то, что пришел. И снял крутейшие замедленные кадры для нас сегодня. У него есть офигенный канал, который называется Скапо. Ссылка на него будет в описании. И что же у тебя там есть? Короче, Скапо это мой самый первый ютуб-канал, который я зарегистрировался в 2006. Я начал свою съемочную деятельность через скейтбординг. Я начинаю это все заново. Я пытаюсь вернуться к корням. К скейтбордингу. Это то, что вдохновляет меня. То, что заставляет меня двигаться. Так что на канале вы сможете найти всякие крутые замедленные скейтбордические видео. А также еще всякие веселые штуки. Так как я часто путешествую со всякими крутыми скейтерами со всего мира. Это весело. Зацените ссылку в описании внизу. Зацените и другие видео. Подписка, лайк, комментарий внизу. И вы, да вы, переходите на brailskateboarding.com и добавьте себя на карту всего мира. После того, как вы сделали аккаунт, убедитесь в том, что вы залогинились. Погнали, Брейл Армия.